Короче, ребят, фишка в чём? Фишка в том, что я сейчас буду нести кое-что бредовое, нет, не бредовое, может быть и полезное, но... В общем, сейчас будет идти видеоряд, и я буду чё-то там говорить, хорошо? Хорошо, всё, давай, погнали! О, о, да, е! О, это приятно! Хотя нет, честно, мерзко. Так, короче, приходит ребёнок домой, да, смотрим, не какой ребёнок, какой ребёнок нахрен? Школьник, школота? Нет, не школота, школота не очень круто. Школьник, просто человек, который учится в школе, да, он приходит домой и спрашивает у мамы, «Слушай, мам, можно я пойду погуляю?» Она ему говорит такая «Слушай, да как у хрена, ты не сделал уроки, давай иди делай уроки», а он отвечает «Ну можно я после того...» А, да, она ему говорит «Ты понимаешь, что если ты не сделаешь уроки, то тебя накажет учительница», а он такой говорит «А можно я... Ну, как бы, ты понимаешь, да? Как бы я сделал уроки, и я после этого... Тихо, спокойно, дыхание, сейчас восстановим. Всё, я восстановил дыхание. Итак, короче, можно я пойду погуляю после того, как сделаю уроки?» Она ему говорит «Ну, в принципе, нет, потому что сейчас зима, мороз, холодно, и ты понимаешь, что ты можешь заболеть, да? И, кстати, скоро Новый Год, да, там, и, может быть, давай поговорим, знаешь, о чём. Какой хочешь ты себе подарок, да, она, он говорит, ну, как вы думаете, какой может подарок себе заказать? Блин, я опять забыл, что хотел сказать. А, да, что может заказать ребёнок, человек, школьник, человек, который учится в школе, ну, допустим, представим себе, ну, что он может захотеть, что-что-что-что-что. Ну, по-любому, по что-нибудь поиграть захочет, какую-нибудь игру, да, давайте подумаем, какую-какую? Игра 2011 года. Итак, ну знаете, я не знаю, что выбрать, но я выбрал Dead Space 2, я в ней играл, она мне понравилась, и это очень круто, но что круто, я сам не знаю. Ну так вот, он играет такой, такой, а, чёрт, ну не чёрт, ну не знаю, что-нибудь там такое, сматерился, сказал, ой, какая страшная рожа, или там что-нибудь ещё, и как это пройти, я не знаю. Мам, поможешь пройти? А, да, она же на работе, ну ладно, и что мы будем делать? Пожалуй, надо заглянуть в интернет. А что там в интернете? Что в интернете? Он вводит, очень напряжённый момент, он вводит, он вводит как пройти задание в игре Dead Space. Два, какое задание, ну какое-нибудь там, ведёт, допустим, да, и ему выскакивает множество разных прохождений, блин, и тут-то всё начинается самое жёсткое, что самое жёсткое начинается? Как вы думаете, что сейчас может начаться? Я думаю, я, я не знаю, как дальше продолжать, сейчас надо успокоиться. Так, короче, я распираю дыхание, я не знаю, что делать, в общем, и он такой, значит, находит какие-нибудь видео, смотрит их, и думает, а почему бы мне самому не заснять их? А потом такой думает, какой смысл мне снимать видео, если я нихрена не умею играть? Надо такой скачать или купить, или, нет, вряд ли купить, надо скачать такую игру, которая точно скачать, у меня же есть интернет, почему, зачем мне тогда покупали игру, я что-то не понял. Ну ладно, допустим, я крутой, лицензионный, не пират, да, и, в общем, он думает, какую же игру надо скачать, которую не так-то и сложнее пройти, ну или не то, что пройти, а поиграть, даже записать. И это, ну, я думаю, вы понимаете, что это, ну, примерно, да, то есть намек, намеки, сейчас идут намеки, да, я думаю, вы понимаете, ну, наверное, вот, и он такой берет, скачивает, а, нет, он сначала спрашивает в интернете, как записать свой компьютер, а, нет, прошу прощения, не свой компьютер, а, монитор, да. Ну, сначала он записывает камеры с Nokia, да, ну, не с Nokia, а какой там телефон, вот, да, и, собственно, он начинает пытаться снимать видео, он снимает, он снимает, он снимает год, в течение этого года он знает, что существует программа для записи своего экрана, он находит какую-нибудь программку, ну, я не буду говорить, какую, я думаю, вы сами знаете, какую программу, какие-нибудь программы, он находит их, и он начинает снимать, у него начинают идти, начинают идти подписчики, да, то есть, как бы подписчики, то есть, как это вообще возможно, подписчики, что это круто? Он узнает о чем-то очень таинственном Он понимает, что у него начинает расти аудитория И они смотрят его Да, вот, куда-то я там отходил На самом деле я никуда не отходил Я просто грохнулся со стула и что-то там себе слабал Но это не важно Главное то, что у этого чувака начинает расти Ну, он начинает взрослеть, у него начинает расти количество подписчиков И такие же люди, как он, начинают думать А почему бы мне не записать эту игру какую-то Я не знаю, какую игру, какую-нибудь, но я думаю, вы понимаете, о чем я И думают, ну почему, да Они начинают так же, та старая схема начинает действовать Когда он с телефона снимал, там, и дальше, дальше, дальше С программы начал снимать, ну это все начинает повторяться И тут начинается самое жесткое Люди, которые записывали прохождение до этого 5 лет, которых набралось там, ну максимум, чуть более 100 тысяч подписчиков Он-то начал в 2011-м, а они-то начали в 2000-м, там, каком-нибудь, я не знаю, 9-м, 10-м Ну, вообще, Ютуб создали где-то в 2006-м Ну, тогда еще, наверное, не было таких Короче, неважно, вы поняли меня И вот эти люди, у них начинает бомбить как у этого маленького Ну, вы понимаете, кого И у него такое количество Такая большая аудитория Они начинают его, не они, а кто-нибудь из них Начинает его обсирать, да Они выкладывают видео о том, какое Какое Какая он скотина, да Почему он накрутил себе подписчиков Хотя он, может быть, и не накручивал И мы хотим такую же славу У нас, да, нам тоже такую славу охота В общем, они начинают раздражаться тем, что Как он себе так быстро накрутил В общем, они начинают завидовать И выкладывать видео о том, что он плохой Не надо на него подписываться И придумать всякую нечисть, мягко говоря, да Про него, всякие утки, желтые прессы Ну, вы понимаете И вот здесь начинается великий срач Да, и великое деление Потому что каждый человек, посмотревший Ну, практически каждый человек Посмотревший это видео Какое-нибудь из них Начинает думать А, чем я хуже? Давай я тоже засниму Выложу какую-нибудь хрень Не только прохождение А просто какую-нибудь хрень И у этого чувака, который выложил какую-то хрень На веб-камеру Ну, не обязательно на веб-камеру Ну, чаще всего так бывает Так, извините, я снова со стола упал Так вот И у него растет количество подписчиков И начинается еще больше срач То есть Небольшой пиар начинается между этими двумя Ну, они становятся друзьями, да А другие люди, которые Которых не особо-то прет на ютубе, да Или, может быть, у них прет, да Ну, допустим У маленького этого чувачка У него, например Миллион, да Там, пять миллионов подписчиков А, например, у какого-нибудь там Ну, будем говорить Не знаю, как это по-детски звучит Взрослого, да Взрослого, скажем Опытного уже Проходителя игр Или там Какого-нибудь обзорщика Всего там Ну, от силы Может быть, сто, двести Там, тысяч Подписчиков И то он снимал Их видео у него больше В два раза Че я сказал, я сам не понял У него видео в два раза больше И он Снимал в два раза дольше В три раза дольше он снимал И он трудится больше Но у него почему-то так мало подписчиков И он начинает Засирать его Отсюда дизлайки Отсюда плохие комменты Отсюда великий срач Отсюда зло И отсюда кое-что новое Кое-что новое Вы скажете, что новое Че-то сейчас было Ладно Вы скажете, что новое Я вам скажу, что новое Начинаются появляться значки Значки видео Которые Не совсем соответствуют нормам Ну, например, да Какие-нибудь голые баб Вешать начинают на свои значки Чтобы заманить аудиторию И начинается еще больший спам Все нажимают на это видео Там нет никаких голых баб Они недовольны И его ставят дизлайки Их бомбит И прочее, прочее, прочее Так, на чем я снилась А, да, на значках На значках видео Ну, например, какое-нибудь прохождение Да, там Есть множество игр, где есть Эротические сцены в натуре Хм, 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 хм Фуя Да, вот И эти Что это было Вот, и эти сцены Ну, как бы Вешают на значок видео Значок видео, да Там какую-нибудь голую баб Там скриншот оттуда вешают На значок своего видео, да И все начинают нажимать Видят Видят Эти, как их там Ну, вы понимаете Буфера, короче, видят И они Ну, соответственно Ну, кто не нажмет на буфера, да Нажимают на буфера И видят простое Простое прохождение игры Где толком нет никакой эротики И они такие бешеные Я уже это говорил Ставят дизлайки Начинают обсирать, да Там, ну и прочее Это еще один Еще одна причина Обсера, да Получается Ну, не обсера Я имею в виду Как бы то, что Вот этот негатив Который в интернете скапливается Вот это оттуда Все оттуда идет Да А насчет этих детей Это получается, что Вот эти обзорщики Которые, ну, пытаются Заманить вот этими значками У них начинают Ну, колбасить Я не знаю, как это сказать И они злятся Они начинают Думать Комар А, нет, это не комар Ну, ладно И они начинают думать Думать о плохом О том, что Ну, в общем, вы поняли Я уже, в принципе, об этом и рассказывала О том, что Они начинают злиться Да, почему У этих маленьких уродов Такая аудитория И прочее, прочее, прочее И везде начинается спам Аудитория у всех растет У любых людей Постоянно появляются новые ютуберы И с каждым годом пропиарятся Не то, что пропиарятся Вообще выбиться, так сказать В нормальные обзорщики Солнится все сложнее и сложнее Да их миллион Миллион Просто миллиард этих обзорщиков Ну, не миллиард Ну, может, миллиард Ну, есть неудавшиеся какие-нибудь Так вот, этих обзорщиков Становится больше и больше И больше и больше Летсплейщиков, скажем Больше и больше И начинается просто дичайший спам в чате То есть Хотя я тоже как-то раз спамил Ну, ладно Извините Вот И как бы Подпишись на мой канал Иногда ты смотришь комментарии Если раньше ты читал Какие-нибудь комментарии Типа, молодец Спасибо за то, что ты помог мне Пройти эту игру Ну, что касается игр Да, там Я не знал, как момент этот пройти У него было там Ну, тысяч 10 просмотров По 1010 То есть сейчас там По миллиону просмотров И комментарии внизу Все заспамлены Типа, подпишись на мой канал Или ты сдохнешь Или ты там Я не знаю, что-нибудь Да, вот И как бы То есть Получается так И вывод какой Кто виноват, вы скажете Конечно же, эти школьники На самом деле Школьники виноваты Я, может быть, тоже Когда был маленький Думал О, если бы у меня был интернет Ну, тогда еще не у всех был интернет Тогда вообще мало у кого был интернет Вот И если бы у меня был интернет Я бы тоже кому-нибудь там Поспамил Я еще таких слов-то не знал Я бы тоже кому-нибудь написал Какую-нибудь хрень Еще что-нибудь там Подшутил над кем-нибудь Можно было выложить что-нибудь Они всего лишь дети Главная причина какая Это родители Которые разрешают им Открывать Разрешают Открывают им Опять я запутался Дают им доступ в интернет И потом орут Они Какого хрена ты не делаешь уроки А ему в ответ Ма, ты что не знаешь Я в натуре стану ютубером А она такая Ах ты сволочь На, да, там Башкой в монитор Да, потом Снофт, что тебе на день рождения подарить Ма, мне нужен новый компьютер Потому что мне Мои подписчики Мои пять подписчиков Сказали, что у меня лагает Counter-Strike, CS А, нет Майнкрафт, да, вот О, черт Я все-таки сказал это слово Ну, ладно И она такая Ну, ладно, хорошо Ну, в общем Главная беда в том Что им открывают доступ В интернет То есть Сами дети Не виноваты в этом Они еще Они всего лишь глупые Поймите правильно Глупые Не в плохом смысле Что они тупые А именно Вот еще Они созревшие Для этого И они видят Этот ужас в интернете Ну что же Походу, все